На территории Свято-Троицкого мужского монастыря археологические раскопки проходят в связи с реставрацией Троицкого храма. В этом виде он был воздвигнут в самом конце 17-го столетия. И за 300 лет именно сейчас наступил первый случай капитального ремонта сооружения. В первую очередь рабочим необходимо укрепить фундамент. Однако доподлинно известно, что вокруг храма расположено старинное кладбище, где начиная со Средневековья хоронили именитых горожан и духовных лиц. Поэтому за работу здесь делись сначала не строители, а именно археологи, которые уже получают первые плоды своей деятельности. Мы находимся на территории древнего некрополя. Археологи здесь уже обнаружили захоронения, датируемые 19 веком и началом 20 века. В ближайшее время они планируют обнаружить средневековые захоронения в нижних горизонтах культурного слоя. Это два разных человека, которые были погребены с разницей в 100 лет. Склеп одного из них установили сверху предыдущего захоронения. А в советские времена его повредили во время работы. Однако останки хорошо сохранились. Археологам предстоит найти также элементы одежды, которые смогут идентифицировать сословия людей. Все останки, которые удастся найти на территории монастыря, будут сфотографированы, задокументированы и извлечены для исследований. Помимо них, археологи рассчитывают обнаружить предметы быта людей, которые жили здесь раньше. Сейчас раскопки происходят вдоль фундамента храма. Самые значимые находки, по предположениям археологов, могут находиться со стороны алтаря. В подобных местах обычно хоронили настоятелей. И, возможно, кого-то из них удастся идентифицировать. Однако это не единственная цель археологов. Мы надежно знаем о расположении здесь древнего некрополя, как минимум с 17 века, со временем постройки храма. Хотим ответить на вопрос, располагался ли конкретно на этом месте некрополь более древний, от средневекового еще деревянного монастыря. Если он будет нами здесь локализован, соответственно, есть большая вероятность расположения под храмом или в непосредственной близости остатков древней деревянной церкви, постройки еще до 17 века. В 14 веке здесь уже существовал монастырь, а территория была впервые заселена во втором тысячелетии до нашей эры. Когда-то здесь была крепость, так что это место очень ценно не только в данный момент для археологов, но и для всей истории Рязани в целом. Даже один только некрополь хранит в себе массу тайн, которые предстоит раскрыть. Сохранилась книга 1913 года, называется «Рязанский некрополь Кассиан-Любарский». И там список эпитафий надгробных, 181 захоронения. Вот так здесь, конечно, гораздо больше. Вот здесь погребен у нас Матвей Казаков, Матвей Федорович Казаков, известный русский архитектор. Но могил, к сожалению, мы так четко не можем определить, предположения гипотетические, в разных местах думаем. А так он абсолютно точно здесь захоронен. По словам игумена Свято-Троицкого монастыря, он очень доволен, что здесь происходят раскопки и с удовольствием готов делиться историей этого места. Первое упоминание об этом месте в 1385 год. Преподобный Сергий Радонежский приходил мирить Олега Рязанца с Дмитрием Донским. Вот тогда Рязань перенствовала, так сказать, среди русских княжеств. Ну, вот состоялись переговоры. Олег Рязанский заключил вечный мир с Москвой. И он и сейчас продолжается, и всегда действительно будет вечным, как он был написан в 1385 году. Этот монастырь можно считать настоящим местом силы, который готовы принять горожан и гостей города для того, чтобы они смогли получить спокойствие и информацию о прошлом. А пока археологи продолжат свои раскопки. Первые два захоронения, которые расположены друг над другом, стали началом большой экспедиции, которая совсем скоро может стать сенсационной. Мы будем держать вас в курсе событий.